И вам говорю, если вы услышите о ней литургии, идите на нее и достойте до очередной, приложитесь к кресту и уходите. Это 40 минут. На вас будет литургия. Величина ее такая, что если промолиться целые сутки, и тогда вы не перекроете этой величины. Только не ленитесь, покуда она есть. Придет время, пошли бы и не пойдете, потому что ей не будет. Цените это время, оно очень ценно. Кто устоит в этом времени от этих соблазнов, говорили подвижники, они будут выше нас, хотя мы трудились день и ночь в посте в молитве, говорили они. Господь торопит время, вы глядите, дни только мелькают. Ничего не успевали делать, и вроде бы часы идут, как шли. Только заметно в большие праздники, такой длинный день. Это только в большие праздники, тут ощутимо. А раньше были все такие дни. Время устремлялось. Время устремлялось к своему концу. И обманываются те, которые стремятся жить, рожки-то будут на большие дела, на большие. Сейчас, сейчас только как спастись, как угодить Господь, и как получить вечность вечных благ. Благодать и так великий, что если бы мы знали, какая награда за это, мы бы непременно были бы в Боге. Эта награда будет выражена в радости. И каждому мера будет своя, сколько он был в добре, сколько он приобрет добрых дед, сколько он и получит. Судья правил. Ни больше не получишь, ни меньше не получишь. Так же и грешник в ад попавший. Ни больше мучений не получишь, ни меньше, а именно ту меру, которую заслужил, которую приобрел на земле. Почему же сказано, судья праведный, и все известится на весах правосудия.